Я хочу внести свой вклад в изучение, в развитие Арктики, ну и в нефтегазодобывающей отрасли Заполярья. На собеседованиях с потенциальными участниками и волонтерами Международного форума «Арктика сделана в России», прошедших на базе Северного федерального университета имени Ломоносова, присутствовало более 260 человек. Это студенты, магистранты, аспиранты САФУ, Оренбургского госуниверситета, Севмаштуза, Казанского федерального университета и СГМУ. Молодые специалисты Севмаши и Центра судоремонта «Звездочка». У каждого соискателя свои цели. Лучше разобраться в оборудовании, которое пригодно для Арктики и вообще расширить кругозор свой, именно по своей специальности. Всего будет отобрано 140 молодых специалистов со всей страны, 10 представителей коренных народов и 30 студентов из других государств, интересующихся вопросами освоения и работы в опорных арктических зонах. В этом году это будет уже третий форум. На самом деле до этого два года он проходил на территории Тверской области, на озере Селигер. Но в этом году по инициативе правительства Арктической области было предложено проведение действительно территории настоящей Арктики, Приморского района Арктической области. Каждый участник форума проходит личное собеседование и индивидуальный отбор в соответствии с определенным перечнем специальностей, связанных с арктическим регионом. От экологии, океанологии и здравоохранения до промышленной и техносферной безопасности и судостроения. Я уже работаю на оборонном предприятии «Северное производство» имени «Арктика». Она располагается в городе Северодвинск и входит в состав Северодвинского крабостроительного кластера. И просто, наверное, как будет отметка, что я участвовал в дальнейшем в перспективе роста на этом предприятии. Местом проведения форума выбрана Нижняя Поляна за Малыми Карелами. Так же, как и в 2015-2016 годах, участники будут жить в зимних палатках, оборудованных тепловыми пушками. Каждый сможет на собственном опыте почувствовать, что значит жить в условиях Арктики. Как и на предыдущих встречах, помимо семинаров, лекционных занятий, игр и квестов, молодые специалисты со всей России на образовательных площадках будут заниматься обсуждением реальных кейсов, разработкой которых занимаются ведущие эксперты отраслей и топовые специалисты крупнейших компаний страны. Россия живет по-многому за счет ресурсов Арктики. Должны оставить будущим поколениям, вам, вашим внукам, правнукам, такую же поддержку той экономики, которой вы будете жить. Вот на сегодня надо об этом думать и говорить, поэтому все в Арктику. Миссия форума заключается в увеличении кадрового потенциала страны для обеспечения арктических проектов квалифицированными трудовыми ресурсами. И форум «Арктика. Сделано в России» – одна из форум взаимодействия молодых специалистов с потенциальными работодателями. Хочу сказать, что по окончанию стажировок многие ребята получили работу и в «Газпроме», и в «Маге», также работу получили в Министерстве экономического развития. То есть мы создаем такую площадку для того, чтобы вы могли в первую очередь между собой познакомиться, чтобы вы могли коммуницировать. Параллельно в САФУ прошел отбор волонтерскую команду форума, в которой записалось более 60 претендентов. Функционал волонтера зависит от его предпочтений и уровня компетенции. Чтобы определить уровень подготовки и мотивацию, с претендентами также были проведены собеседования. Это будет самым крупным мероприятием, когда я участвовала. А так я участвовала во многих мероприятиях, и международных, и региональных. Так что для меня это новый уровень, я очень хочу туда попасть. Помимо САФУ, отборочные туры форума уже прошли в Санкт-Петербурге. Там участниками собеседований стали более 250 молодых ученых и специалистов Северо-Западного федерального округа. А также в Новосибирском государственном университете. География участников охватила Новосибирск, Омск, Томск и Кемерово. На очереди Дальневосточный федеральный университет, где очный отбор состоится 23 января. Молодежный слет пройдет в конце марта, параллельно с Международным форумом «Арктика. Территория диалога», на котором будут присутствовать десятки представителей глав стран Арктического региона. Со многими из них смогут пообщаться и молодые ученые, вошедшие в окончательный список участников форума «Арктика. Сделано в России». Алексей Макеев, Сергей Земских, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.